28 октября у обелиска Победы состоялось важное событие для всего региона. В Твери прошла церемония передачи частицы Вечного огня, который был зажжен у могилы неизвестного солдата в Александровском саду, представителем юноармейского отряда Старистской средней школы. На месте побывала и наша съемочная группа. Частица Вечного огня из Александровского сада была привезена из Москвы в Тверь весной этого года в рамках акции «Огонь памяти». Теперь же частицу уже передают столице Верхневожья Старице. В торжественной церемонии приняли участие представители администрации города Твери, юноармейцы, школьники, а также жители города Твери и Старицы. Мы надеемся, что Вечный огонь, который вы сегодня увезете в свой родной город, станет для вас центром притяжения ваших патриотических и юноармейских сил. Мы надеемся также, что этот Вечный огонь еще больше сплотит нас, юноармейцев города Твери и юноармейцев города Старицы, сподвигнет на новые важные и значимые дела, связанные с военно-патриотическим воспитанием. По словам жителей Старицы, события очень значимые для их земли. Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения к будущему Родину, к защите Отечества. И вот лампада с частицы Вечного огня пройдет путь из города Воинской славы до обелиска Победы Старицы. На территории нашего района 69 воинских захоронений, 5 мемориалов. Вот сегодня один из мемориалов у нас и благоустроился, и зажжется на нем Вечный огонь. Старица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 1 января 1942 года. Во время Великой Отечественной на Старицкой земле не было таких ожесточенных и кровопролитных боев, как при освобождении Калинина и Ржева. Тем не менее, это ничуть не умаляет стратегическую роль Старица в срыве планов фашистского командования по захвату Москвы.